Добрый день, друзья и недруги. Попалась мне очень интересная беседа Аллы Борисовны Пугачевой с журналистом Бильнюсского телевидения. Записана ровно 30 лет назад, в 1994 году. Там она рассказывает о своих мужьях. Ну, о первом муже, литовце, который, собственно, и являлся отцом её единственного биологического ребёнка. Кристина Арбатаевна. Потому что, конечно, в глазах большинства Аллы Борисовны Пугачёвой это жена Филиппа Киркорова. Ну, или пенагента Максима Галкина. Здесь немножечко всё-таки другая история, потому что и Киркоров, и Галкин, они выходили... Ну, хотел сказать, выходили завод, потому что они поженились. Выходили. Да, они выходили как раз в завод за Примадонну. Потому что, конечно, назвать это Альянсом или Брачным Союзом я бы не решился. Кстати, мне Маргарита Фанкина в кулуарах студии «Москва-24» рассказывала, ну, на камеру, потому что я снимала и выкладывала, что Киркоров до сих пор выплачивает деньги Алле Пугачёвой. А по мнению Градского Александра Борисовича, Пугачёва согласилась на брак с Галкиным, иностранным агентом, который, конечно же, не был тогда иностранным агентом, и не был вот тем самым Галкиным, которого мы знаем. Потому что тот взялся обеспечивать её материально на том уровне, к которому она привыкла. И, конечно, они оба люди, которые, ну, попали под влияние, скажем так, харизматичной матерой хищницы. И рассуждение сейчас фанаток Аллы Борисовны, что вот, она бедная, попала под Максима Галкина, иностранного агента, и он ей манипулирует, и вот он так настроен оппозиционно и рикошетит. Вот это полная ерунда, люди с лицкого округления, и вообще люди с лицом, включая вот Светлану Лободу, которая совершенно открыта об этом говорила в интервью, что Максим Галкин – это просто марионетка в руках опытный манипулятор Шпугачёва. И всё, что он говорит, он говорит, он озвучивает позицию семьи, скажем так. Вот, там ситуация совершенно другая. Так вот, как раз первый муж, вот он был мужем в таком хрестоматийном понимании. Сейчас вы сами послушайте этот отрывок, мне кажется, это любопытно. И, чтобы два раза не вставать, я напомню о Александре Стефановиче, втором мужем Аллы Борисовны Кудачёвой. Я с ним был знаком, ну, во-первых, мы его там соответствовали с Кино Один. Во-вторых, очень много было общих друзей, то есть, постоянно пересекались в тех или иных компаниях. И он, собственно, и придумал вот этот весь имидж. Это, кстати, тот же Саша Градский рассказывал мне. Выкладывал я этот фрагмент этой беседы с Александром Борисовичем. Что-то он придумал этот имидж, что «Ах, там Алла, я устала, отстаньте от меня, как бы, я всем нужна». Вот эту фишку придумал он, и она её реализовала очень успешно. С таким же эффектом, с которым позднее на ту же самую игру создавал принцесса Диана. Типа, всем от меня что-то надо, как я устал. И Степанович, кстати, я напомню просто к слову, в своё время пытался машину времени подверстать, как аккомпанирующий состав Пугачёвой. И Алла Борисовна тогда отказалась, просто поняла, что это слишком серьёзная команда для того, чтобы просто играть у неё на подпетках, условно говоря. Тогда же, кстати, вышел разглад с этим фильмом, он фильм «Душа», там же должна была играть Пугачёва, в результате «Типа машины времени» пела «София Ротар». Ну ладно, песня совсем не о том. Это меня унесло куда-то. Послушайте, короче говоря, вот этот отрывок, ещё раз проговорю, это 30 лет назад, 1994 год, бельминской телевидении. Мне, пожалуйста, очень удовольствием. Точнее, закончить молодёжную тему. Ваша помолвка стала самым скандальным событием года. И по одной из версий, это такой, ну, своеобразный рекламный трюк. Как бы вы могли ответить своим критикам? Ну, вы знаете, это совсем не рекламный трюк. И вот там, где был рекламный трюк, там почему-то очень серьёзно ко всему этому относились. А здесь действительно это всё очень серьёзно, и трудно в это поверить, конечно. Даже мне, потому что, ну, это длится уже 15 лет. Всё это похоже на какую-то голливудскую мелодраму, в которую очень трудно поверить всем. И мне, ну, это действительно так. И все 15 лет, то есть меня преследует просто этот взгляд, этот молодой человек. То есть ему было 11 лет. Пригласите танцевать. Ой, не знаю, что это такое, но буквально недавно только я призналась себе в том, что я этим жила, понимаете. То есть меня спасал этот взгляд, меня спасала эта любовь, меня постоянно поддерживала. Если вы видели меня на экране, совершенно какой-то пухлый, опустившийся, это просто я забывала о том, что есть такой человек, который меня любит. Если бы только один человек, Алла Борисовна, сколько было таких взглядов? А, я знаю, смотря как любить. Смотря как любить. Он старомоден, он рыцарь. Это вообще очень... Я знаю эту семью. То есть мы давно знакомы. И всё это очень не случайно. И совсем мы не хотели делать это скандально. Просто это, конечно, просочилось всё. Волей-неволей, так сказать, мы улыбаемся. Когда она направляет тебя к камеру, ты всё равно становишься неискренен. Чуть-чуть, хоть чуть-чуть. Но это есть, конечно, доля в этом, что мы... Но мы не собираемся эпатировать никого. Наоборот, мы стараемся об этом уже не говорить нигде. Но что делать? И будет венчание, и будет патриарх в переделке. Мне просто очень хочется жить, и я страшно боюсь, что-нибудь случится. Нет, я вообще не хочу, чтобы было плохо. Пусть уже всё это имеет какое-то продолжение, что ли, дальше. Скажите, а с первым супругом вы поддерживаете отношения? Нашему зрителю это особенное интересное. Я не знаю, что я со всеми, так сказать, своими супругами поддерживаю отношения. Вот, у меня их было сколько? Раз, два, три. Три. И всё это, мои большие друзья, очень тяжело, так сказать, найти в моей жизни именно супруга. Потому что семьи как таковой создать я не могла никогда. И я никого не виню, кроме того, что мне дано сцены. И виню это только в этом, только себя. Потому что люди, которые были со мной по жизни удивительные, талантливые, прекрасные. Но если я видела, что это мешает жить этим людям, то я сама где-то уходила, потому что я видела, что им нужно дальше развиваться, продолжать свою жизнь. Что я не хотела приносить страдания. Вот это самое главное, и они это знали. Это они знали. И поэтому сейчас вот рядом со мной, с Филиппом, то есть мои друзья, которые радуются за меня. А отец Кристины, Миколас, ну, он ведь тоже очень талантливый человек. Мы были так молоды. Были так молоды и прекрасны. И все люди, которые мне встречались по жизни, они меня в чем-то развивали, в чем-то поддерживали. И ощущение того, что Миколас жив, здоров, что у него семья, и Кристина очень дружат с ним, и с Фабианом, так сказать, с его вторым сыном, это прекрасно. То есть вот именно так надо жить, потому что ты живешь. Да, мы говорили о первом вашем супруге. Где он живет, чем занимается? Он со своей семьей живет в Москве. Я не могу точно сказать, чем он занимается, но мне кажется, что он хороший администратор. То есть, как мы говорили, он работает в филармониях, то есть и в коммерческих каких-то структурах. То есть он очень, так сказать, головастый мужик. Литовцы, они не могут быть, так сказать, не головастыми такими. Вот. Ну, в общем, так. Ну, Кристина его чаще видит и звонит. Я понимаю, что назревает такой вопрос, что как же мы вообще выживаемся, то есть вот католичка в семье и православная. Я даже в Иерусалиме была, в русской миссии, и этот вопрос задавала, что вот как вообще дальше это может быть? Вот. Я говорю, я не хочу ее, так сказать, обращать в свою веру. Она не хочет обращать в свою веру. Это может нас разъединить как-то? А вы верующие? Ну, по мере, так сказать, своих сил и умения это делать, то, конечно, да. Но мне сказали, что это не страшно. Где-то в чем-то мы, конечно, будем разъединены. Но все равно что-то должно нас объединить. То есть мать, дочь, чувство достоинства, так сказать, каждая вера, она не может разъединить. Это очень, кстати, важный вопрос. А скажите, что значит Литва в вашей памяти и в вашем сердце? Вот когда в 90-м, в 91-м году происходили все эти события, когда по телевидению показывали танки на улицах Вильнюса и все эти жуткие картины, вы что-нибудь испытывали, переживали личное? Ну, безусловно, переживала. Ну, пусть на меня никто не обижается. На эти вопросы мне очень трудно отвечать. Вот я за всех переживала. Я переживала за саму ситуацию непонимания друг друга. Потому что где-то кто-то в чем-то, если переборщит, то обязательно что-то не так. Я не понимаю и, так сказать, своих русских, которые не могут выучить литовский язык. Я прожила всего три года в Литве, но я знала литовский язык. Я уважала, так сказать, ту страну, или, как сказать, ту республику тогда, в которой я находилась, в котором живут родственники мои. И также я не понимала, как можно, так сказать, относиться к людям, которые всегда жили в твоей стране. Ну, пусть у них есть свои недостатки, но они уже считают, что они твои, так сказать, близкие. То есть тоже так просто выгнать нельзя. И все это у меня очень примитивно, кстати, рисовалось. То есть, вот так скажем, семья, ну, или, так сказать, коммуналка, не знаю, или один дом. То есть очень примитивно. И я все время находила способы, думаю, неужели нельзя как-то этот конфликт решить. И мне всегда казалось, что есть кто-то третий, который мешает, понимаете, этот конфликт как-то уничтожить. Я так и осталась при этом мнению, что нас ведь очень легко одурачить. Понимаете, особенно людей, которые никогда не занимались политикой, не все были далеки от этого. Только человеческий фактор, человеческий фактор, даже этого мы не могли понять, что такое фактор человеческий. А отношения, они же очень тонкие между людьми. И надо быть очень тонким психологом, политиком, экономистом, очень умным человеком, чтобы безболезненно решать такие конфликты. Ну, знаете, я всегда говорила, что если он уже был, этот нарыв, значит, его вскрыли, он взорвался, пока весь гной не вылит, пока эта боль не почувствуется, пока это все не зарубцуется. Ну, должны мы вытерпеть все это. Ну, как-то каким-то образом идти друг другу навстречу. Любовь, любовь должна спасать любовь. Сколько вы ревнивый человек. Пугачев, конечно, увлекающийся. Все страна знала о ее романах, когда вы расставались уже в этот период. Ну, вот эти романы, они, в принципе, уже и начались тогда, когда мы не давали информацию для всех, но у нее своя жизнь начиналась, а у меня своя жизнь начиналась. У нас производственные отношения и дружеские от нас оставались супер. И были, так сказать, очень правильными и точными. А что касается уже личных каких-то таких отношений, ну, да, они дали трещину, и у нее были свои интересы, у нее свои появлялись. Я видела, что наши пути уже расходятся с Женей. Это было ясно и понятно. Красиво и плавно мы расплывались. Он в свою квартиру, я в свою. Смешно и грустно было слышать упреки в адрес моей этакой несвятой жизни. Можно подумать, что у него просто крылья ангела за спиной росли. Ай, Женечка, Женечка. Уходя, уходи, если кто-то тебе не поверит, уходя, уходи. Завори за собой плату двери. Так судьба мне пророчит, она здесь из капусты пророчит. Только сердце не хочет, не хочет от себя отвернуться. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Не хочет. Уходя. 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 У нее творчество номер один. Для нее в жизни творчество, вообще все, что связано у нее в жизни, это все только через призму творчества. Поэтому мы у нее все проходящие. Вот в чем весь ужас-то творчество. Алла Борисовна ошарашила всех своими браками, ошила мило. Сначала Филипп Киркоров, потом Максим Галкин. А вы человек, который столько в жизни прошли и поняли, как относились к этим ее бракам? Ну, иногда с юмором, я должен признаться. Как-то у меня большое чувство в моей душе, но это чувство юмора. Пара последних, во всяком случае, это так. Я всегда считал, что настоящий мужчина в ее жизни, это Женя Болдин. Вот. Но с другой стороны, ну, как можно со стороны... Это была болдинская осень. Ну, да, да. Наверное, и весна, и лето. Вот Женя настоящий такой. Он всегда мне был симпатичен. Светское я уже давно не веду. Правда? А вот недавно была презентация духов, по-моему, развед не светская жизнь? Ой. Ну уж не советская точно, потому что это французско-советская. Алла Борисовна, вот я так понимаю, что духи Алла... Да, 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 вот и ролики. Да, духи Алла, да. Да, что духи Алла, они, видимо, должны, вот их букет, их аромат, должен как-то отражать ваш образ, ваш характер. В таком случае, пищуете этот аромат? Это можно сделать словами? Ну, можно. Там такой вот есть буклетик, и прочтите, ради бога. У меня его нет. Вы не могли бы... У меня его нет. Я же надо четко засчитывать. Ну, а я со своими словами все-таки. Как вы их воспринимаете? Аромат любви. Ой. Дайте водички лучше попить, чем о духах, говорите. Завтрак, аристократ. После концерта. Спасибо. Пожалуйста. Не захотел. Алла Борисовна, скажите, пожалуйста, есть ли разница между той Пугачевой, которая сегодня пела Ням-Ням, и той Пугачевой, которая когда-то исполнила Орликина? И если есть, то какая она? Вы знаете, даже на сцене есть большая разница между той, которая поет Ням-Ням, и той, которая пела первую песню «Бог с тобой». Какая песня, такая и я. Какая жизнь, такая и песня. Я такой умный. И такие у вас умные вопросы, что меня с вами скучно. Я не хочу отвечать на умные вопросы, и вообще я хочу поглупеть. В буквальном смысле? В буквальном смысле я хочу поглупеть. Удается? Удается. А каким образом? А сама жизнь заставляет. Потому что такая тупость вокруг. Извините, ради Бога. Сережа. Опять я сначала начну. Алла Борисовна, чем вы сейчас занимаетесь после рождественской встречи? Ничем. Отдыхать? Ну, что я нахожусь в творческом отпуске. Или, как иногда я шучу для своих друзей, в творческом недоумении, так скажем. Потому что меня распирают разные идеи. И музыкальные, и в общем-то занятия... Ну, не занятия, а такая дружба с разными молодыми коллективами, которые мне очень нравятся. Я думаю, что в вашей передаче все-таки их покажется. Это группа А-студия, группа Аш-бэнд, Володя Пресняков. Их немного, но я так решила, что надо сделать по-фирменному. То есть вот два года работы с ними, как продюсерская контора такая. Ставлю на ноги, потом других беру. Я вообще стала говорить грустно и серьезно, но это же неинтересно. А почему именно А-студия? Они к ней очень по-разному относятся? Что-что? Почему именно А-студия вам приглянулась? К ней очень по-разному относятся. Я слышал самый противоречивый отзыв об этой студии, об этом ассамблее. А-студия? Да. То что вы, это уже вообще признанный известный коллектив, который всем нравится. Вы что, путаете с кем-нибудь? Нет, это не путаю. Нет, знаете, я не буду с вами в интервью, потому что вы смешно говорите, а первое место на 50 на 50. Вы просто совершенно не понимаете смысла разговора. Если вы говорите про А-студию, про группу А-студию, тогда мы просто говорим на разных языках. Значит, займитесь какими-то другими группами, артистами, которые вам понятнее. Маленьким принципам, конечно. Мы лучшая группа Советского Союза. И даже если кто-то в это не врубается, то об этом миллионам телезрителей стыдно признаться.